В московском планетарии есть пришельцы. Эта информация была исключена. Ты, Козирог, вот смотри рядом. Сильная личность. Ты для побед рождена! Сильная личность. Это один из крупнейших и старейших планетариев Европы. К счастью, звезды так сошлись, что сегодня в московском планетарии мы встречаемся с настоящими звездами Сопрано Турецкого. А также проведем вам экскурсию с нашей Василисочкой по планетарию за мной. Как вы думаете, что же такое планетария? Это не здание, не музей. Это вот аппарат, проектор, который показывает звездное небо на куполе. Я хочу открыть вам секрет. В московском планетарии есть пришельцы. Пришельцы звездного неба. Это осколки настоящих метеоритов. Есть они каменные, есть они железные, а есть железокаменные. А сейчас совет будущим посетителям московского планетария. Обязательно не забудьте посмотреть наверх. Там настоящие модели спутников. Я хочу сказать, что здесь, в московском планетарии, проходили обучение первый отряд космонавтов, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин. Он изучал здесь астронавигацию. И до 12 апреля 1961 года эта информация была исключена. Мы в музее Уранья. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь здесь были уже? Да. Да, нам удалось побывать здесь совсем недавно. Мы посмотрели немножечко нашу историю, ощутили себя частью чего-то глобального. Мы очень любим посещать такие места, потому что любим все интересное и разностороннее. Стараемся развиваться, что-то узнавать новое. Расширять свой кругозор, как говорится. Замечательно. То есть вам интересна астрономия, звезды, планеты, Илон Маск. Я правильно понимаю? Может быть. Отдаленно. Всего понемножку. Мне кажется, что все загадывают желание, когда падают звезды. Девчонки, вам приходилось загадывать желание? Что загадывали, сбылось ли? Загадывали. Я всегда загадываю желание, когда падает звезда. Когда я ее вижу, конечно. Сбыл нечастное явление, мне кажется. Ну да. Тем не менее, когда было, я загадывала. Конечно. Но звездопады у нас в августе, поэтому в августе все желания загадываются. А вы говорите, вы ничего не знаете. Вот я сейчас от девочек узнала, что в августе случается звездопад. И мы будем каждый день в августе наблюдать за этим. Это наш астролог Анстасия. Девушки, мы знаем, что в феврале у вас состоялась презентация нового альбома «10». Я правильно понимаю, что в пандемии вы зря времени не теряли, вы трудились в студии. Расскажите. Что мы делали? Ну, во-первых, во время пандемии мы успели даже побывать в Европе. В восьми странах, да? В восьми странах Европы, представляете? Мы ездили в Европу с песнями «Победы» совместно с хором турецкого. То есть нам дали разрешение. То есть мы много что успели, и не только на студии получали. Я в восторге, конечно же, от ваших голосов, от созвучия. Но раньше я не придавала значения терминологии. И вот готовясь к интервью, я открыла для себя такие понятия, как калоратурная сопрано, баса профунда и контральта. Это ведь очень редкие голоса. Вы скажите, это вообще от природы заложено, или этому можно научиться так петь? Мне кажется, что всё-таки это заложено природой, но, как говорится, один процент таланта и 99% это работа. Но вот бас профунда, это не относится к женским голосам. То есть это мужской. И контральта. Нет, контральта. Почему контральта? Это сопрано контральта, да, это самый низкий голос. Калоратурная сопрано – это беглость. Может быть и контральта клалоратурная. То есть это не обязательно высокий голос, он должен быть беглым. Нет, то есть калоратура – это именно беглость. И это, например, у эстрадников очень часто, наверное, мне кажется, можно сравнить с мелизматикой. С мелизматикой. То есть вот так всё, я уже ничего не понимаю. Помимо зала ураней, в Планетарии есть большой и малый звёздные залы, магазин космических сувениров МКС, 4D кинотеатр и даже парк неба. До него мы сегодня доберёмся. Так, пожалуйста, вам астрологи. Васенька у нас козерог. Ты козерог, вот смотри рядом. Сильная личность. Ой, это вообще, это уже два с половиной года я ощущаю. Вот это коленочка. Васенька, значит, плавётся лапочка. Да, вот так. Смотри, сколько много здесь всего. Как раз, как мы логично подошли. Ты мой хороший, тебе так интересно, моя девочка. Я знаю, что к вашему коллективу часто доверяют исполнить гимн России. Скажите, пожалуйста, где последний раз вы его исполнили и какие чувства вас переполняют при пении гимна? Кстати, где мы последний раз исполняли? Мы совместно были последний раз в Белграде с хором Турецкого после концерта праздника песни, где мы исполняем... Господи, песни о палённой войне, я хотела сказать. Песни Победы. Это огромный проект, проходящий совместно с Министерством культуры. Мы несем песни мира и добра, что русские не хотят войны. И вот последний раз совместно мы исполняли с ними. Очень часто мы поём на футбольных матчах, на хоккеях. Мы поём не только гимн России, но ещё и гимн разных стран. И это вообще очень интересно. Однажды у нас была такая история. Мы работали, это уже была прям такая поздняя осень, и уже шёл снег. А у нас платья такие, ну, что-то такое, купальники, юбочка, атласные платья. И вот мы как настоящие русские женщины. Буханда. Несмотря на все, да, невзгоды, природы, мы вышли и исполнили. То есть мы были настоящими героями. Гимн России и Аргентины. Аргентина, Аргентина. Аргентина и Россия, да. Ну, в общем, что мы только не делали. И мы видели месси в статье. В одном из интервью вы сказали, что ходите в декрет по очереди. Это действительно так? Да. Особенно сейчас. Это очень актуальная тема. Актуальная тема, да. У нас Татьяна Богданщикова, она вот сейчас в таком очень... В положении. В интересном положении. Уже в августе она должна родить молодость. А кто следующий? Мы не знаем. Мы не знаем, это всегда... Как Богданщикова. Как Богданщикова. Но хотим всех. Вообще у нас мечта. Мы, я как это... Как Москва слезам не верит. Или где, да? У нас мечта. Мы хотим идти в декрет все вместе. И что будут делать, да? А вот это уже другой вопрос. Ну, не дают. Перерыв, перерыв. Пока мы беседовали с сопрано, Ярослав самостоятельно записывал свой блог. Здесь вот эта ткань такая, которая называется парус. Когда пираты плавали, им было невозможно быстрее добраться до берега. Они не могли это сделать. Только когда придумали парус, уже ветер поднимался и нес корабль вдаль. А вот это вот уже понятно, штурвал. Ну, уже все понятно, он можно вправо-влево. Это такой руль специальный для кораблей. Я тоже время не теряла и проинспектировала доступную среду. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь, в этой арке, нет порожков. То есть, если бы человек на коляске самостоятельно решил посетить данный музей, он легко бы мог проехать, потому что здесь нет никаких препятствий. А еще я заметила, что в московском планетарии есть специальный лифт для людей с особенностями. Поэтому московский планетарий открыт всем. Это мы сейчас на осмотровую площадку. Нет, мы сейчас поднимаемся на второй этаж зала Урании. У нас у Урании два зала. Я обещала, что мы доберемся до Парка Неба. И вот мы здесь. Ой, как здорово. Прям так и хочется опять. Мы находимся на астрономической площадке. Или еще, как называют ее, Парк Неба. Здесь очень много всего интересного. Только что мне специалист рассказал, а я расскажу сейчас вам. Здесь находится самая настоящая коллекция солнечных часов. Вот посмотрите, кто-то скажет обычный столб, но нет. Это гномон царицы Хадшипсут. И здесь, прямо на этом месте, можно определить астрономический полдень. Глядя на тень, смотрите, какое чудо. Этот гномон наклонен. Здесь по кругу написаны цифры, циферблат. И можно по тени определить точное время. Представляете, как интересно? Без всяких механизмов. Круто. А это уникальный глобус. С одной стороны, обычное дело, но на самом деле. Вот эта пика, это Москва, где мы сейчас находимся. И глядя на глобус, мы можем определить, какая часть света сейчас освещена. Здесь день, внизу ночь. Это не просто глобус, это настоящий астронавигатор. Посмотрите внимательно. Я сейчас кручу и нахожу самое популярное созвездие, которое называется Большая Медведица. Ну, а от Большой Медведицы уже легко найти, например, какую-нибудь Кассиопею или Рысь. Сейчас мы находимся на фоне здания Большой Обсерватории. Здесь находится Большой Телескоп. Обратите внимание, здесь есть специальный лифт, и люди с ограниченными возможностями могут легко подняться и посмотреть телескоп. И это очень круто. А вы знали, что в переводе браслет это Армила? И посмотрите, сейчас вы увидите гигантский браслет, который называется Армиллярная сфера. Здесь вы можете увидеть расположение солнца, звезд в течение года. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь огромное пространство, здесь ничего не мешает. А это значит, что любой человек на коляске может приехать сюда и посмотреть. А сейчас прекрасная погода, скоро лето. Это идеальное место для прогулки всей семьей. Полезный лайфхак. Если подойти к краю парка неба, вы увидите, внимание, часть московского зоопарка, который находится здесь по соседству. Но перелезать через забор, чтобы попасть в московский зоопарк, я бы не советовала. Там очень дружелюбные альпаки. Вы были моделями для показа коллекции вернисаж возрождения Анастасии Белковской. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Сначала мы встретились, а потом пообщались. Пообщались, да. Потом она показала нам свои рисунки, эскизы. И вот потом, по-моему, мы это решили как раз, когда встречались. Что мы можем стать ее моделями. Что она нарисует для каждой. А вот даже так. Да, у нас на костюмах были девушки, ну, как-то отдаленно похожие на нас. Что-то там в стиле. Еще украшения были. Скажите, знакомство с особенными людьми наверняка меняет ваше мировоззрение. Я знаю, что вы много путешествуете. Вы сегодня об этом уже сказали. Вы обращаете внимание на доступную среду? Было такое после знакомства с Анастасией Белковской, что вы смотрите, мог бы здесь человек на коляске, допустим, проехать? Было бы ему здесь удобно? Я была в Острове Мечты, вот в нашем Диснейленде, так сказать, московском. И с мамой мы там гуляли. Вот я ходила, и мы с ней обсуждали, что там есть бордюры, спуски. Ну, достаточно. Есть сейчас места, которые построят, ну, новые постройки. В них сейчас обращают, ну, то есть... Да, функционал прям. Да, для особенных людей. А в других странах, конечно. В других странах особенно. Вы знаете, это даже, наверное, лет 20 назад, это прям была такая особенность в хорошем смысле этого слова. Это во всех европейских странах, Америки, на них. Это норма. А для нас, когда мы туда приезжали, это прям было чем-то таким... И, соответственно, вы видели и людей особенных больше на улицах, там, Европы. Да, да, вы... Это действительно... Мне кажется, что люди, наверное, у нас немножко этого боялись даже лет 10 назад. Ну, как-то вот показываться. Мы в Белграде с Женей гуляли там по... Перед концертом у нас было время. И встречались нам люди там, ну, с какими-то отклонениями, с ДЦП. Я говорю, Жень, смотри, вот идет парень, мы с ней об этом разговаривали. И он вообще смешан с толпой. Он никак не выделяется. Никак. Он шел в классной одежде, модной. Да, у него там были особенности с передвижением, но это никто не замечает. Все идут, он такой же, как все. То есть вы предполагаете, что, в принципе, сейчас у нас люди в России, их мировоззрение тоже трансформируется в сторону того... Сейчас уже другое время. Тихонечко, да. Другое время. Конечно. Ну, все со временем. Слава богу, что... Ну, мне приятно, конечно, это слышать. А я, знаете, еще хотела спросить у вас. Многие особенные люди на коляске занимаются вокалом. Вот вы сейчас тоже вспомнили, да? А я услышала, что при пении, сидя, как-то неправильно раскрывается диафрагма, и вообще профессионалы сидя не поют. Это так? Или все-таки у людей на колясках есть... Есть возможность. Возможно стать профессиональными вокалистами. Сто процентов. Сто процентов. Я была на мастер-классах, вот когда училась сама, и к нам приезжали педагоги из Европы, как раз из Германии. И они, какие только не показывали, ну, ты чуть ли не лежишь, и ты поешь. Да, это реально были трюки. То есть нас вообще так не учили в Гнесеньке. Это было очень интересно. И все пели. И мне кажется, сейчас вот даже если говорить про оперу, ну, то есть там же действительно это все с дыханием, опорой, там по-другому это все работает. И что они тоже там не вытворяют. Вы когда-нибудь пели для одного человека? У вас был концерт? Для такого? Для такого нет. Для маленького нет. Может быть, мы сейчас с вами смоделируем ситуацию, что Василиса ваш главный зритель, главный фанат, и вы что-нибудь для нее споете? С удовольствием. Дорогие друзья, сегодня специально для нашей прекрасной Василисы выступают потрясающие собрания. Встречаем! У-у-у! Ты лучше всех, ты лучше всех, ты для побед рождена, пламенем окрещена, ты лучше всех. У-у-у! 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 Сегодня мы побывали в удивительном месте, в московском планетарии. Здесь не только прекрасная доступная среда, но и чудесные экспонаты. Космос всегда был тайной. Мы приглашаем вас, московский планетарий, чтобы открыть эту завесу. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова